Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Сегодня мы с вами начнем изучать послание Иеремии. Но перед тем, как мы изучим текст, содержание этой книги, нужно разобраться с вопросами иссоагогики. Иссоагогика – это наука, которая сообщает нам вводные сведения о всем священном писании, либо о каждой книге в отдельности. Автор, время написания, место написания, язык книги, адресат книги, литература об этой книге. Послание Иеремии относится к неканоническим книгам, и желательно понять, что значит книга неканоническая. Все те книги, которые претендуют на статус библейских, условно делятся на три категории. Первая категория – это книги канонические. С точки зрения христианского и иудейского богословия, эти книги вдохновлены Богом. И они входят в канон, то есть в список книг, которые признаются либо церковью, либо церковью и синагогой, как книги богодухновенными. Если мы говорим про Ветхий Завет, то таких книг канонических, богодухновенных, 39. Есть вторая группа книг, которые признаются полезными для чтения, но не богодухновенными. Ну или вообще там их статус достаточно сложно определить. Но вот эти книги, которые называются неканонические, но эти книги, однако же, впечатаются в Библии. Это ветхозаветные неканонические книги. И Послание Иеремии – одно из них. И третья группа книг, которые хоть и называют себя библейскими, однако таковыми не являются. Такие книги называются апокрифы, и их не печатают вместе с библейскими книгами, каноническими и неканоническими. Их церковь и синагога отвергает. Однако в определенных кругах они пользовались популярностью, и они до нас дошли. Если мы говорим про Ветхий Завет в православном издании, то в нашем издании есть книги канонические и книги неканонические. Если мы говорим о Новом Завете, то в любом издании у всех христиан всегда одно и то же количество книг. 27. Все они канонические, все они богодухновенные. Нет новозаветных неканонических книг. Естественно, есть новозаветные апокрифы, но их мы не читаем. Итак, Послание Иеремии – книга неканоническая. То есть ее нет в каноне некоторых христианских церквей. Прежде всего, это мы говорим о протестантах, конечно. И ее нет в каноне иудейском, в котором всего 39 книг. Хорошо. Итак, первый вопрос – это вопрос авторства. Кто написал эту книгу? В Священном Писании есть два послания Иеремии. Одно находится в 29 главе канонической книги Иеремии, а второе – как раз то послание, которое мы разбираем. Несмотря на то, что оно озаглавлено именем пророка Иеремии, который жил в конце 7-го, в начале, в первой, трети, 6-го века, по мнению исследователей, которые, там, это мнение существует множество веков, если не говорить о тысячелетиях, вот это послание написал не Иеремия, а другой человек. Почему исследователи приходят к такому выводу? Во-первых, этого послания нет в иудейском каноне. Во-вторых, это греческий язык послания, который отличается от греческого языка, древнегреческого перевода с канонической книги пророка Иеремии. То есть, это два разных греческих языка. В-третьих, это несовпадение стиля. Вот если посмотреть на Ветхий Завет, то в Ветхом Завете встречаются определенные темы, обличения идолопоклонства, например, и они, как бы, вот эти все обличения, они построены по определенному образцу, то в послании Иеремии там все по-другому, не так излагается материал. Скорее, послание Иеремии ближе к древнегреческим таким сатирам на идолопоклонство, чем на речь иудейского пророка. Кроме этого, в этой книге не упоминается ни Израиль, ни Иуда, то есть просто там некие пленники. Ничего не говорится о законе, хотя пророк Иеремия в своей канонической книге обращался достаточно часто. Еще одна проблема с авторством – это то, что пророк Иеремия в своей канонической книге писал о 70 годах плена. А в послании Иеремии говорится о семи поколениях, которые проживут пленники в плену. Еще одна проблема, которая указывает на другого человека, а не на пророка Иеремию – это описание языческого культа. Он не соответствует вавилонскому, а соответствует скорее греческому, либо культу, который был в Малой Азии, но точно не в Вавилоне. И еще что такая интересная особенность, книга «Послание Иеремии» очень резко критикует идолопоклонство, причем идолопоклонство, которое было не у евреев, а у других народов. И вот как бы, ну так рассматривать, послание пишется пленникам, которые уводятся в вавилонский плен, в этом вавилонском плену, они столкнутся вот с этим язычеством, с этим идолопоклонством, и такой резкий тон. Было два пророка, которые писали в плену. Это пророк Иезекииль и пророк Даниил. И вот эти два пророка, они ничего не писали о вавилонском культе. То есть какой-то такой необычный подход, потому что, ну, если бы это послание прочитали бы вавилоняне, то их, понятно было, какое бы отношение к пленникам, пришедшим из Иудеи. Еще одна проблема с авторством, это то, что если обратиться к 29 главе книги пророка Иеремии, то там очень четко рассказывается, кто, кому, когда пишет это послание. Там достаточно большой отрывок из нескольких стихов, где все перечисляется, кто, куда и кому. То в послании Иеремии очень все кратко. Послание к пленникам у Вадима вавилон. Конечно, есть аргументы в пользу, в пользу достоверности этой книги. Давайте их перечислим, но покажем слабые стороны этих аргументов. Во-первых, конечно, можно сказать, что это написание. Здесь написано, что это послание Иеремии. Что можно сказать? Еще одно название неканонических книг это псевдоэпиграфы. То есть книги, которые подписывались другими именами. Возможно, эта книга была подписана именем Иеремии, как пророка, который говорил о вавилонском плене. Второй аргумент, который иногда приводит, это аргумент то, что вот это послание было в септуагинте. Но важнее всего все-таки оно отсутствует в еврейском подлиннике. И главнее, конечно, еврейский подлинник. Следующий аргумент, который тоже приводит для доказательства авторства Иеремии, это то, что отрывок из этого послания цитируется во второй книге Маковеев. Но здесь можно сказать только следующее, что ко времени написания второй книги Маковеев это послание просто было. Вторая книга Маковеев написана где-то в конце второго века, но мы не можем там точно сказать, что когда же было написано послание. То есть во втором веке оно только было. Ну и еще один аргумент, который иногда приводят, это предание. Некоторые святые отцы считали послание Иеремии все-таки написанным действительно тем самым пророком Иеремии. Однако другие не менее авторитетные святые отцы считали, что оно написано не Иеремией. Хорошо. Итак, кто был автором? Точно не Иеремия. По мнению исследователей, скорее всего, это был, конечно, еврей, который знал греческий язык, хотя это такая еще одна проблема, о которой мы потом поговорим. Ну и он был, скорее всего, эллинистом, то есть жил среди греко-говорящих язычников. Хорошо. Время написания. Когда же было это послание написано? Вот есть несколько способов определить. Ну и один из таких интересных аргументов, это вот та самая фраза о семи поколениях, которые проведут евреи в плену. Если считать, что поколение – это где-то 30-40 лет, то получается цифра 200-280 лет. И если отнимать от 597 года, а 597 год – это первое уведение пленников в Вавилонский плен, потому что было еще второе в 586 году, то отнимая эти 200 лет, то получается где-то 4 век, и можно предположить, что это время как раз написания. Вот другие аргументы, когда это было. Значит, это, возможно, Маковейский период, потому что на это указывает греческий язык. Ну и, соответственно, указание второй книги Маковеев, которая была написана в конце II века, то у нас получается такой промежуток между IV и II веком. Значит, вопрос, где была эта книга написана? Значит, есть несколько локализаций. Первое – это Вавилония, то есть человек жил в Вавилонии и писал. Но проблема в том, что автор описывает, вернее, говорит о язычестве, которое как будто есть в Вавилоне, но те факты, которые он приводит, это факты не соответствуют вавилонскому язычеству. Возможно, конечно, человек был в Вавилоне, возможно, он даже жил в Вавилоне, но он жил в то время, когда вавилонский культ изменился и уже не соответствовал тому, что было во времена пророка Иеремии. Для вавилонян очень важно было всякие гадания и астрология, о чем в этой книге ничего не сказано. Вот, есть мнение, что эта книга была написана в Палестине, но есть еще одно мнение, что эта книга была написана в Александрии, потому что здесь греческий язык. Но одно из популярных мнений об этой книге, это что она была написана в Африке, или это Малая Африке находится в Малой Азии. Значит, почему такое мнение? Вот одно из описаний идола, то, что он имеет скипетр как царь. Вот со скипетром изображались именно малазийские идолы, а не вавилонские. Следующая здесь упомянута, так называемая, культовая проституция. И она была и в Африке, и в Вавилоне, но вот некоторые указания свидетельствуют, что все-таки это Африке. Африке описывается определенный вид жертвоприношения. В греческом подлиннике там стоит сжигание отрубей, у нас переведено как сжигание оливковых зерен, и такой вот вид жертвоприношения действительно был в Африке. Ну и еще один момент, который тоже указывает на малазийское происхождение. Значит, там описываются жрецы, которые сидят в разорванной одежде, обритыми головами, там с посеченной бородою. Они там плачут и вопят перед своими богами, как перед умершим. Вот такой культ был, но он был тоже в Малой Азии. Это оплакивание умершего бога. Теперь следующий исагодический вопрос – это вопрос языка. То есть на каком языке была написана эта книга. До 20 века, и если обратиться, например, к книгам 19 века, считалось, что послание было написано по-гречески с самого начала. Сейчас появляется мнение, оно распространяется среди исследователей, что книга все-таки была написана на еврейском или арамейском языке. Арамейский язык – это язык, на который перешли евреи после того, как оказались в Вавилонском плену. Этот язык близок еврейскому языку, хотя, как сказать, близок, из одной языковой семьи. Евреи на нем говорили и после возвращения из плена, и, скорее всего, во времена Иисуса Христа евреи между собой общались на арамейском языке. Некоторые библейские книги, или, точнее, части библейских книг, канонических, написаны на арамейском языке. И вот вопрос, или мнение о том, что послание Иеремии первоначально было написано все-таки либо на еврейском языке, либо на арамейском. Почему считают, что было написано на греческом? Потому что не было еврейского подлинника. Сам язык достаточно чистый, достаточно хороший, причем в нем встречаются такие редкие и архаичные древнегреческие слова. Но все-таки мнение о еврейском или арамейском подлиннике, оно тоже имеет право на существование и приводит в следующие аргументы. Если взять послание Иеремии и его обратно перевести на еврейский язык, то получатся некоторые интересные особенности, которые объяснят темные места этого текста. Например, в 11 стихе там сказано, что идолы не могут себя спасти от ржавчины и еды. Это в септуагенте. В синодальном переводе там у нас добавлено от ржавчины и моли. Если бы был бы еврейский подлинник, вот там, где стоит слово «еда», стояло бы слово, которое можно было перевести либо как «еда», либо как «саранча» или «моли». И, скорее всего, если версия о еврейском подлиннике правдивая, то автор просто ошибся во время перевода и получилось несколько непонятно ржавчины и еды. В 71 стихе говорится о том, что их одежда из пурпура и мрамора. В синодальном переводе предложено чтение из пурпура и червляницы красной ткани. Тоже стоит еврейское слово, которое можно перевести по-разному, либо тонкая одежда, либо белый мрамор. И он выбрал слово «мрамор». Хотя смысл ближе как в первом случае ткань, ну и, скорее всего, и в втором случае была ткань. Следующая еще особенность это некие гибраизмы, которые встречаются в тексте. Например, сказано, что боги подобны терновому кусту в саду, на которых садятся всякие птицы. Скорее всего, в оригинале стояло слово, обозначающее пугало или чучело, которое пугает птиц. То есть, птицы прилетают, садятся и не боятся этого пугала. То есть, эти боги имеют вид человека или вид, в кавычках, бога, но, однако, они не вызывают никакого трепета или ужаса. Тем более, вот эта фраза про пугало в огороде, она встречается в книге пророка Иеремии. Есть отрывок в 51-й, с 51-го по 54-й стих, там говорится о том, что боги не могут дать дождя, потому что они бессильны, как вороны, которые находятся между небом и землей. Значит, можно предположить, что в оригинале стояло другое чтение, что эти боги не могут дать людям воды, подобно облакам, которые находятся между небом и землей. В данном случае облака, облака, которые дают дождь, понятно, тучи. Вот. Эта книга дошла до нас в нескольких вариантах текста, которые практически совпадают друг с другом. Часть святых отцов считала ее канонической книгой, вводила ее в число канонических книг. Другие же святые отцы, прежде всего называемые Блаженного Иранима Стридонского, считала, что эта книга не каноническая, хотя никто из отцов не удалял ее из текста Библии. Все ее оставляли, хотя указывали, что она не каноническая. Значит, если мы хотим прочитать какие-то исследования по этой книге, то отдельного исследования об этой книге нет. обычно ее упоминают в других книгах либо по пророческим книгам, либо по неканоническим. Я так сказал, что нет отдельной литературы, отдельных книг, но есть отдельные статьи. Например, есть статья, которая вышла еще в XIX веке об этой книге, но там совсем-совсем немножечко об этой книге. Либо исследования по Ветхому Завету, по пророческим книгам, либо по неканоническим. Я, возможно, вы заметили, обращался к пособию, чтобы рассказать вам об этой книге. Это пособие, которое я сам написал, неканонические книги Ветхого Завета. И мы с вами разобрали все исогогические вопросы о неканоническом послании пророка Иеремии. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами были на библейском портале Exeget. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.